Добрый день! Что ж, настало, пора лететь на родину и посмотреть, что же там происходит такого интересного или наоборот неинтересного. Сейчас нахожусь в аэропорту Сингапура, пересадка будет через Куала-Лампур, а потом еще и в Джакарду надо будет полететь. Ну а сейчас пока что сабвейчика. Перекусим. Все-таки сабвей напоследок покушает. Это мой любимый фастфуд, которого нет в Узбекистане. В Узбекистане только KFC. Сел сейчас на свои родные авиалинии. Надеюсь здесь будут кормить получше, а не по-бечевски, как в малайзийске. Но что мне больше всего помогает, то что рейс теперь через Джакарту, нет прямого рейса. Сейчас с Куала-Лампура полетит в Джакарту, а с Джакарты в Ташкент. И на это все уйдет примерно часов 12. Так что надо найти чем заняться себе. Добрый день, как вы уже догадались по началу видео, я приехал в Ташкент спустя три года после пребывания в Сингапуре, то есть за границей. Если честно, видео немножечко кликбейт, потому что до этого я уже был в Ташкенте, я приезжал сюда на каникулы два раза. Но тем не менее, три года провел за границей. И сейчас я вернулся и меня переполняет большое количество самых разных эмоций, начиная с положительных и заканчивая отрицательными. Да, я помню то, что у меня сейчас не очень хороший звук, но я попытаюсь решить эту проблему, но пока вот так вот. Что ж, начнем. Начнем с того, что мне пришлось делать две пересадки, так как прямой рейс из Сингапура отменили. И вначале мне пришлось лететь в Куала-Лампур, а затем из Куала-Лампура в Джакарту. Что меня очень удивило, в Куала-Лампуре достаточно адекватный и приличный аэропорт. Не самый лучший в мире, так скажем, но очень хороший и приятный. Ну а затем долгий перелет из Джакарты в Ташкент. При подлете я уже увидел большое количество новых строящихся зданий, они строятся просто везде. Везде по Ташкенту стройки, они постоянно идут, какие-то новые здания там, здесь и повсюду. И в то же время это рождает сразу же проблему, это пыль. Как известно, в Ташкенте очень сухой воздух и этой пыли очень легко туда-сюда разносится. И не знаю даже как бороться с этой проблемой, наверное, только респиратор нам стоит с вами одевать и не дышать этой пылью. Потому что пока я ехал по дороге с открытым окном, то на меня попало большое количество этой долбаной пыли. Следующее, что меня также безумно порадовало, это большое количество новых офисов. Я прогулялся по своей улице, по соседним улицам и увидел очень много новых офисов. Самые разные компании открывают свои офисы повсюду. Что ж, это не может не радовать. Также в Ташкенте появились иностранные компании, что свидетельствует о инвестициях в нашу страну и определенном росте экономики. А теперь к негативу, что мне не понравилось. Первое, это тот же самый мусор. Ребят, давайте будем мусорить поменьше. Большое количество мусора, который, кстати говоря, выбрасывают сами жители Ташкента и гости столицы. Второй момент, это не пофиксенные дороги. А обдолбанные дороги так и остались на улицах Ташкента. Их нужно как-нибудь подлатать. Тротуары, дороги, ну вы сами, короче, понимаете, смысла это как-то раскрывать особого нет. И последнее, наверное, что удручает, это уровень заработных плат. Он все так же остается низким и хотелось бы зарплаты побольше. Надеюсь, в один момент у нас будут высокие зарплаты и мы сможем... Ах да, чуть не забыл, самое главное. Ребят, это безумно вкусные овощи. Безумно вкусные овощи и продукты в целом. У меня не было этого в Сингапуре. Там продукты это какое-то говно. А здесь я поел, наконец-таки, нормальные продукты. Вы не представляете, с каким кайфом я поел сузьму с помидорами. Я взял помидоры, там, намазал сузьму с солью, это все приправил. И это было безумно вкусно. Таких помидоров я не ел нигде. Ни в Сингапуре, ни в Малайзии, ни в Москве. Наши помидоры юсуповские, кстати говоря, очень вкусные. И патыр я уже, наверное, я, ну, приехал дня 4 назад и ем этот патыр постоянно. И патыр и обычные лепешки, потому что наш хлеб адекватный. А тот хлеб, что в Сингапуре, он, ну, его тяжело назвать хлебом. Что ж, ну, на этом все, наверное, да. Вот такие вот впечатления у меня о Ташкенте после трех лет проживания в Сингапуре. Если я вдруг что-то вспомню, я это добавлю или вообще отдельный ролик про это засниму. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь. Если вам не понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь дальше лучше. Это было Radeon on the World. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что проблема со звуком в скором времени решится. Пока. А пока этот ролик монтировался, я приобрел себе новый микрофон. Так что, если вам нравится звук, ставьте лайк. Если вам не нравится звук, ставьте лайк. Репост обязательно. Ну, и подписот это даже. Говорить об этом не нужно. Это просто обязательно. Маст. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь. Если вам не понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь дальше лучше. Это был Radeon on the World. До встречи.